Сегодня гость программы «Мой вопрос» военный комиссар Лидского района Александр Херман. Здравствуйте, Александр Валерьевич. В апреле система военных комиссариатов отметила столетие со своего образования, но сегодня предлагаю не говорить об истории, а о буднях Лидского военного комиссариата. Какие задачи стоят перед его сотрудниками? Ну, наверное, задачи, которые стоят перед военным комиссариатом, вытекают из названия подразделений, которые входят в состав военного комиссариата. Мобилизационный отдел занимается вопросами организации воинского учета граждан, которые находятся в запасе. Это прапорщики, солдаты, сержанты, офицеры запаса. Также они занимаются учетом транспортных средств и, соответственно, предназначением всех категорий перечисленных для выполнения мероприятий и для поставки их в случае необходимости вооруженные силы и другие воинские формирования. Отдел призыва занимается подготовкой граждан для прохождения срочной военной службы, службы в резерве, организует прохождение мероприятий призыва на территории района и в конечном совместно с врачами, с медицинской комиссией, которая определена решением исполкома, проводит мероприятие по медицинскому освидетельствованию граждан и в дальнейшем организует призыв и отправку граждан. Для прохождения срочной военной службы, службы в резерве. Группа территориальной обороны – это одно из самых новых подразделений у нас в военном комиссариате, хотя уже историю она свою ведет с 2002 года. Группа территориальной обороны – это организация подготовки мероприятий территориальной обороны, которая заключается именно в том, что жители непосредственно Литского района будут охранять и обеспечивать безопасность на территории своего района. И, соответственно, личный состав этой группы занимается подготовкой всех мероприятий для выполнения этой поставленной задачи. Группа социальной защиты и пенсионного обеспечения занимается социальной защитой ветеранов Великой Отечественной войны, ветеранов войны в Афганистане, других войн проводимых. И также вопросами защиты ветеранов, тех, кто принимали участие в ликвидации последствий Чернобыльской аварии. Также занимаются обеспечением пенсионного обеспечения офицеров запаса, прапорщиков, солдат, сержантов, которые выслужили установленные сроки службы. И получают по линии Министерства обороны пенсионное обеспечение. Вот, в принципе, это, наверное, основные вопросы, которыми занимается военный комиссариат. Ну, я думаю, наверное, уверенно можно сказать, что со своими задачами Литский и военный комиссариат справляются на 100%. Ведь последние 12 лет вы отмечены наградами разных уровней. Да, хочется сказать, что мне выпала большая честь служить в коллективе, который всегда имеет очень хорошие традиции. Он даже, наверное, не последних 12 лет. Гораздо больше. Гораздо больше, да. У нас просто, ну, наверное, именно изображение, там, после грамоты, которую мы уже решили просто для истории сохранить. Вот это вот за последних, там, 12 лет. А, в принципе, военный комиссариат Литского района, раньше он назывался объединенный городской военный комиссариат, постоянно занимал лидирующие места не только в Гродненской области, но и в Республике Беларусь. Ну, раз есть достижения, наверное, есть смысл рассказать немножко о людях. К тому же, насколько мне известно, у вас там не только военнослужащие, да и женщин больше половины. Ну, я думаю, я не раскрою большой военной тайны. Коллектив военного комиссариата на сегодняшний день составляет 38 человек. Это 6 офицеров. Если брать разделение по гендерному типу, то, в принципе, у нас, получается, в воинском коллективе работает женщин больше, чем мужчин. 20 женщин и, соответственно, 18 мужчин. Кто, как работает, но, опять же, в этом говорят результаты, потому что один человек не может выполнить за всех все. Именно сплоченная работа всего коллектива, всех отделов позволяет нам занимать лидирующие места именно по результатам подготовки на уровне Гродненской области. Не могу сегодня не спросить о ветеранах военкомата. Есть продолжать чьи традиции в вашем коллективе сегодня? Вы знаете, мы очень трепетно подходим к этому вопросу. Единственное, немножко обидно, что, ну, как, наверное, всегда говорят, поздновато спохватились. Поэтому не всегда, не все, что хочется, есть в основном. Ну, мы уже на протяжении, наверное, 8 лет сделали большой альбом «История военного комиссариата Лидского района», в котором собрали, ну, наверное, фотографии за последних 50 лет. Все, что было, наверное, да? Все, что было, да. Это фотографии практически всех военных комиссаров, фотографии начальников отделов, фотографии жизнедеятельности военного комиссариата, которая проходила как в советские времена, так и с момента уже обретения независимости Республикой Беларусь с 92-го, 93-го, 94-го годов и так далее. История очень богата. Если говорить про ветеранов, то хочется, в первую очередь, отметить военных комиссаров. Ну, про всех не могу сказать, могу сказать про ныне здравствующих. Это и полковник отставки Зайцев Геннадий Григорьевич, который, кстати, в настоящее время проживает в городе Гомеле, но всегда на наше приглашение реагирует только положительно, всегда пребывает… Всегда в строю. Всегда в строю, всегда пребывает на наши мероприятия и, ну, очень вот с ним разговариваешь, он трепетно относится не только к военному комиссариату, но и к городу Лида. Хочу вспомнить военного комиссара, который вот уже два года как ушел из жизни, это Колоса Евгения Андреевича, который, ну, в принципе, можно сказать, даже он дал мне дорогу в жизнь, потому что он меня призывал, отправлял в военное училище. И человек, который больше всех из военных комиссаров, вот в настоящей истории, руководил военным комиссариатом Лидского района. Восемь лет руководил военным комиссариатом Романенко Вячеслав Владимирович, который сейчас является военным комиссаром Гродненской области. Если опуститься чуть-чуть ниже, не могу не вспомнить офицеров, которые возглавляли отделы и группы военного комиссариата. Это и подполковник Скробук, подполковник Минулин, ну, и многие другие офицеры. Что касается, ну, понятно, что офицеры одни не могут выполнить все поставленные задачи, в этом им большую помощь оказывает гражданский персонал. И здесь у нас есть, ну, действительно, рекордсмены по, ну, не знаю, в кавычках, не в кавычках, рекордсмены по прохождению, по работе в военном комиссариате. Это Вялова Наталья Сергеевна, которая проработала 38 лет. Вот в начале апреля мы ее проводили на заслуженный отдых. Швакеля Ирина Владимировна, которая 32 года отдала военному комиссариату. И много других женщин, которые у нас работают на очень трудных должностях. Не всегда на высоких по должности, но на очень ответственных должностях, и которые справляются. И благодаря им, в том числе, военный комиссариат добивается вот всех этих успехов. Ну, коллектив Литского военкомата, да не только Литского, любого военкомата работают не только с военнослужащими, призывниками, с ветеранами, но и очень активно уделяют внимание подрастающему поколению молодежи. Какую именно работу проводит Литский военный комиссариат? Есть, наверное, какие-то типовые мероприятия, которые предусмотрены в том числе и планом проведения мероприятий призыва. Да, мы их выполняем, но мы стараемся, чтобы это все было как-то интереснее. Совместно с воинскими частями мы проводим Дни открытых дверей, мы проводим День призывника, в ходе которого ребята, которые подлежат призыву и отправке вооруженной силы, смогут ознакомиться с бытом военнослужащих, посмотреть вооружение, посмотреть быт, посмотреть, как организовано питание, жизнедеятельность воинского коллектива. Как правило, в начале учебного года мы проводим такое мероприятие с учащимися выпускных классов, которое называется «Любите Родину». Как правило, мы приглашаем учащихся всех школ города, района и проводим это мероприятие, в котором задействовано видео, какая-то агитация, выступают представители воинских частей, которые базируются на территории района, ветераны вооруженных сил, ветераны Великой Отечественной войны. Также, как правило, в конце января, начале февраля мы проводим информационно-агитационное такое мероприятие, есть такая профессия «Родину любить», которая, в принципе, направлена на то, чтобы для выпускников старших классов, это 10-11 класс, до ребят довести, рассказать, по каким специальностям организуется подготовка граждан именно в высших военных учебных заведениях и на военных факультетах гражданских вузов не только Республики Беларусь, но и Российской Федерации именно в интересах подготовки для вооруженных сил Республики Беларусь. На эти выступления мы приглашаем не только представителей воинских частей, которые расположены на территории гарнизона, не только ветеранов, также приглашаем представителей военной академии, института, точнее, университета Янки Купалы, город-городный военный факультет, которые в доступной форме рассказывают про специальности, по которым проводится подготовка и рассказывают сам процесс подготовки. Александр Валерьевич, не за горами мероприятия весеннего призыва. Скажите, сколько юношей в этом году примут участие в мероприятиях этого весеннего призыва и сколько из них отправятся служить в вооруженные силы? Значит, всего на мероприятия призыва у нас подлежит вызову порядка 670 человек. Согласно плану, полученного из военного комиссариата Гродненской области, нам надлежит отправить для прохождения срочной военной службы более 150 призывников. Вот это цифры. Такие, они в принципе небольшие по сравнению с прошлым годом, но такие, какие они есть. Ну а те, кто останутся, имеют проблемы со здоровьем или какие-то другие причины могут быть? Как правило, те, кто остаются, им предоставляется отсрочка. Отсрочка предоставляется по состоянию здоровья, как Вы сказали. В основном, да? Да. Также отсрочка предоставляется для продолжения образования. Каждый гражданин Республики Беларусь, кто поступил на очную форму получения образования, имеет право получить отсрочку именно для продолжения образования. Также отсрочка может быть предоставлена по семейному положению. Вот это три вида основных отсрочек, которые могут быть предоставлены. И когда же первая отправка Литчан? Первая отправка, согласно плана, будет проводиться с 15 мая. А завершится? А завершится 31 мая. В каких войсках в этом году будут служить наши призывники? С радостью, с удовольствием, с гордостью могу сказать, что ребята нашего района всегда желаемы для представителей воинских частей, которые приезжают для проведения отбора. Уже на протяжении, наверное, лет 10 военный комиссариат Литского района принимают участие в формировании подразделений рота почетного караула Министерства обороны, центральная база обеспечения Министерства обороны, часть войск КГБ, пограничные войска, силы специальных операций, во всех, в принципе, внутренние войска, во всех элитных частях присутствуют наши ребята, наши Литчане, которые всегда достойно проходят службу. А от кого или от чего зависит выбор рода войск? Насколько здесь сильно влияние или желание самого призывника? Знаете, первым определяющим является состояние здоровья призывника. Это первый фактор. Следующий – это психологическое подпрофессиональное обследование, в ходе которого проводится отбор. Ребята решают определенные тесты, на основании чего делается вывод о возможности прохождения по той или иной специальности ребят. Ну и в дальнейшем, если есть возможность уже предоставить парню с учетом этих первых двух факторов, мы всегда стараемся учитывать желание призывника, чтобы проходить службу в той или иной воинской части. Никогда не рассматриваем вопрос, где хочешь служить, когда он говорит, я хочу служить в Лиде, это не вопрос или не ответ, на который стоит обращать внимание. А вот когда парень говорит конкретно, я хочу служить в этой войсковой части, у него такая-то традиция, у меня служил друг, у меня служил отец, я знаю, что там трудно, но почетно. Мы всегда стараемся идти навстречу таким ребятам. Вот, кстати, интересно услышать ваше мнение как профессионала, как лучше родителям, например, или самому призывнику, если он служит в родном городе, например, или чанин в Лиде, или где-то подальше? Если идти от самого такого очень утрированного, то для некоторых, возможно, человек, который будет проживать в северном городке и будет проходить службу в южном городке, это тоже уже будет далеко от дома. Ну и с другой стороны, для более старшего поколения, кто проходили службу на территории Советского Союза, 2-3 тысячи километров от дома, это тоже было недалеко. Если кто-то проходил службу на территории Беларуси, это считалось рядом с домом. Не такая у нас страна большая, протяженно всего около 600 километров, что считать, что это где-то далеко. Тем более, как я вот уже говорил, что у нас практически все подразделения, воинские части, всех родов войск, вооруженных сил, других формирований являются элитными или лучшими в своем роде войск. Поэтому я считаю, это вопрос вообще не актуальный. Хорошо. А вот какой процент юношей, которые прошли срочную военную службу, остаются работать или служить в вооруженных силах Республики Беларусь или по контракту? В связи с произошедшими изменениями в законе Республики Беларусь о воинской обязанности и воинской службе, которые произошли в январе 2014 года, граждане Республики Беларусь, достигшие 18 лет, имеют право проходить службу по контракту даже без прохождения срочной военной службы или службы в резерве. И второй вопрос, или вторая часть этого пункта закона, то, что они могут оформлены для прохождения службы по контракту после прохождения полугода срочной службы. Ребята, многие этим очень пользуются. Особенно те, кто решили связать свою жизнь с силовыми ведомствами, с вооруженными силами, с внутренними войсками. Те принимают решение и остаются. Ну, если так посчитать в цифрах, за последних два года 26 человек осталось для прохождения службы по контракту в вооруженных силах и других воинских формированиях. Александр Валерьевич, Вы уже в начале нашей передачи сказали о том, что представители Лиды служат в различных родах войск, в том числе и в элитных подразделениях. А как о них отзываются? Ведь наверняка к Вам какие-то отзывы приходят. Ребята приезжают. Первое, с чего начинается, или самый простой показатель, это приходят письма на родину. Приходят письма в организации, где работают родители. Благодарственные письма. Следующий, один из показателей. У нас в здании отдела призыва оформил стенд именно «Наши лучшие земляки», который мы стараемся поддерживать, как говорится, во-первых, чтобы он был актуально, чтобы это были именно те, кто проходит службу. И, Вы знаете, этого стенда не хватает. Это приятно, да? Поэтому приходится отбирать лучших, чтобы… Действительно, это приятно. Когда отзывают «Личание», это звучит как-то очень гордым. Но вот тема дедовщины, она актуальна сегодня, на Ваш взгляд? Я думаю, мне никто не поверит, если я буду говорить, что ее нет. Ну, я хочу сказать, что принимаются все силы и меры, чтобы этого не было. Что касается участия именно военного комиссариата, если так говорить, в этом, начнем с того, что при отправках ребят на срочную военную службу, службу резервы, первым делом мы инструктируем их и рассказываем, что надо делать при случае, когда они выявляют какие-то неуставные взаимоотношения. Каждому призывнику, кто направляется для прохождения срочной службы, мы прикрепляем такую памятку, где указаны номера телефонов, в том числе и мой рабочий телефон, для того, чтобы в случае необходимости ребята могли связаться, если есть какие-то вопросы, чтобы мы могли адекватно на это отреагировать. Один из вопросов, который мы делаем именно для предупреждения, недопущения этих пагубных таких действий, это ребята, которые увольняются со срочной военной службы, со службы в резерве. В ходе увольнения мы предлагаем им заполнить анонимные анкеты, в которых в том числе ставятся вопросы о наличии в той или иной степени неуставных взаимоотношений. Никто их там ни под роспись никак не собирает, просто они их собирают в ящик, который затем анализируется. Если мы где-то какие-то малейшие попытки неуставных взаимоотношений выявляем, мы об этом очень оперативно информируем военный комиссариат Гродненской области и командование воинской части, если там указана какая часть, чтобы это разбирались. Я почему задаю этот вопрос про дедовщину? Просто на мой субъективный взгляд, это, наверное, одна из основных причин, когда молодые люди или боятся, или отказываются идти служить в вооруженные силы. А вообще уклонистов много сегодня? Вы знаете, я думаю, что одна из основных причин, когда к молодому человеку, гражданину Республики Беларусь, возникают вопросы юридической направленности со стороны военного комиссариата, это отсутствие просто грамотности. Юридической грамотности. Уже очень много у нас было случаев, когда гражданин, в принципе, имея законное право на отсрочку, по состоянию здоровья или еще почему-то уклонялся от мероприятий призыва, в отношении чего и к нему применялись меры или административного воздействия, или уголовного, если уже подходил под действие определенной статьи. Поэтому это один из вопросов, я считаю, из основных вопросов. Не всему научат на сайтах определенных, там где-то, ну не знаю, набираешь в поисковой строке, как закосить от армии, куча ответов. Вариантов море. Да, вариантов. Ну, я считаю, что интернет в этом случае явно не лучше советчик. Начинаем с того, что как только начинаются мероприятия призыва, действуют прямые линии, прямая линия есть у военного комиссара, ежедневно на вопросы призывников отвечает начальник отдела призыва. Каждую неделю спланирована прямая линия, отвечает на вопросы начальник призывной комиссии, зампредседателя исполкома. Поэтому любой вопрос мы готовы дать ответ. Вопросов нет насчет этого. Ну вот, а какое наказание предусмотрено от уклонения от воинской службы законодательством? Ну, если так рассматривать, можно разделить на две части. Это административная ответственность и уголовная. Административная – это статья 28, часть 1. Это неявка военный комиссариат по повестке, если это не повлекло невыполнение решения призывной комиссии. И еще одна статья, которая составляет административный протокол – это нарушение правил воинского учета. Что касается уголовной ответственности, есть статья 435, по которой предусмотрена уголовная ответственность. Это неявка на мероприятия призыва, и в которой предусмотрено до двух лет лишения свободы, или ареста, или условного наказания. Лучше полтора года отслужить, чем два года отсидеть. Сто процентов, согласен. Скажите, а вот таких случаев уклонения в Лицком районе, скажем, за последний год, пять, много было? Факт наличия так называемых уклонистов, или граждан, кто не выполняет мероприятие призыва, законное требование, у нас снижается. Год от года все меньше и меньше. Именно тех, по кому были приняты административные взыскания, за последних два года количество их составляет 23 человека. По тем, по кому были документы переданы в прокуратуру, и в дальнейшем было принято судебное решение, уже именно по уголовной статье, это 22 человека. И есть у нас еще такая категория призывников, на которых наложено ограничение выезда. Это те, кто не выполнили мероприятие призыва, не явились, но до этого не получили повестку. В соответствии с действующим законодательством, на них наложено ограничение по выезду. Эта цифра у нас уменьшается и очень хорошо. Ну, вот, скажем, за последних три года она уменьшилась с цифры 238, 240. На настоящий момент 75 человек. Александр Валерьевич, мы с вами встречаемся накануне замечательного праздника Дня Победы. И в это время особое внимание, конечно же, ветеранам Великой Отечественной войны. К сожалению, их осталось не так уж и много. Да, на настоящий момент, на сегодняшнее число, у нас на территории Лидского района находится 45 ветеранов Великой Отечественной войны. Из них 17 участников Великой Отечественной войны, 7 инвалидов Отечественной войны и другая категория ветеранов, которые приравнены к участникам Великой Отечественной войны. Да, их становится все меньше и меньше, но те, кто остаются, иногда остались. Можно позавидовать их энтузиазму, их бодрости, но только остается завидовать. Ну, и все-таки, к сожалению, абсолютному большинству из них, наверное, не доведется побывать на торжественном митинге 9 мая по состоянию здоровья, естественно. Да, да, мы проводим работу, в принципе, постоянно. Вот наши работники, кто занимаются социальной защитой и пенсионным обеспечением, ну, скажу так у слова, мониторят ситуацию, постоянно созваниваются, навещают ветеранов. Одной из таких, ну, не знаю, как плановых акций было посещение ветеранов, когда мы проводили вручение юбилейной награды 100 лет вооруженным силам, и были посещены все ветераны, были уточнены еще раз их, именно какое имущественное положение, какое социальное положение, как им живется. Да, ветеранов, тех, кто могут стать в строй, все меньше и меньше. Но сейчас вот на праздник мы планируем, что все-таки 10 ветеранов, как минимум 10 мы соберем. Мы уже прорабатываем этот вопрос, проводим пока на уровне разговоров, договоренностей. Хотим обязательно привлечь в том числе и ветеранов, которые не только проживают в городе, но и проживают на территории района, чтобы они не остались обделенными тем вниманием, которое оказывается у нас всем ветеранам. На дому посетите, да? Не только мы хотим их пригласить. Тех, кто не сможет, я имею в виду. А те, кто не сможет, обязательно. Будут посещены все. Будут спланированные мероприятия, которые мы посетим всех ветеранов, где с представителями организаций, которые являются шефами для этих ветеранов. Я надеюсь, что нам удастся поучаствовать уже в ежегодном мероприятии, которое организовываете. Вы, наше лицкое телевидение, по посещению ветеранов, которые... Планировали. Да, в сельской местности. Мы с вами участвовали позапрошлым году, в прошлом году. И это проходит очень красиво. Всегда люди посторонние обращают внимание. И люди ждут. Да, это наш, наверное, шанс, один из последних шансов отдать благодарность определенному нашим ветеранам. А какой еще военный комиссариат может реальную помощь оказывать ветеранам Великой Отечественной войны? Военный комиссариат, как организация, наверное, реальной помощи не может. Но мы знаем, что согласно закону ветеранам, нашим ветеранам производятся определенные доплаты к пенсионному обеспечению. И так, именно за то, что они имеют статус ветеранов Великой Отечественной войны. А мы, ну, мы организуем всех желающих помочь ветеранам проявить свое доброе чувство именно к ветеранам. Организуем. И вместе у нас это получается. Скажите, а в каких еще мероприятиях, приуроченных Дню Победы, примете участие вы и ваш коллектив? Начнем с того, что, в первую очередь, мы принимаем участие во всех мероприятиях, которые спланированы, в принципе, Литским районным исполнительным комитетом. Это и автопробег, посвященный Дню Победы по местам боевой славы района, который состоится 8 числа. Это и сами мероприятия на 9 мая. Это и прием председателем Литского районного исполнительного комитета ветеранов Великой Отечественной войны. Это и организация участия нашего ветерана в приеме, который организует губернатор Гродненской области. Ну и, как мы говорили, это посещение ветеранов с подарками, со словами благодарности. Мы стараемся к этому привлечь и организации, и БРСМ, и все наши общественные организации. И хочется сказать, что никто нам не отказывает. Александр Валерьевич, у меня есть несколько вопросов, которые Вам просили озвучить наши телезрители. Например, какие требования предъявляются работникам военкомата и какое нужно иметь образование, чтобы у Вас работать? Ну, я понимаю, работники, в первую очередь, это гражданский персонал, потому что к офицерам подход совершенно другой. Все наши должностные инструкции, в принципе, составлены в соответствии с квалификационным справочником. Они ничего нового там особенного не несут. Подразумевается, что ведущие специалисты и специалисты должны иметь высшее образование или среднеспециальное образование, желательно какой-то стаж работы. Ну, а все остальное, это, скажем так, практически какие-то умения, навыки, это умение разговаривать с людьми, потому что с молодым пополнением, поэтому у нас немало педагогов тех, кто были. С учетом того, что мы все-таки являемся организацией, которая осуществляет учет, где очень много заполнения определенных бланков, да, обращаем внимание на почерк, на чистописание, на грамотность. Много нюансов, да? Да, на это нюансов очень много. Но самое главное, наверное, это просто желание работать. Когда у человека оно есть, все остальное будет. Еще один такой вопрос. Почему часто так бывает, что призывник отправлен из Лицкого военкомата, например, на Гродненский областной пункт, сборный, а там освобождаются службы и возвращаются домой? Ну, один, наверное, из основных факторов, которые способствуют это, это просто изменение состояния здоровья у призывника. Потому что, ну, начинаем с того, что мероприятие призыва, медицинское свидетельствование, если брать, допустим, вот этот призыв весенний, начинаются с февраля месяца. Понятно, что есть разные факторы, и если человек был годен по состоянию здоровья для проходения службы в феврале, ну, всякое могло измениться. Это один из факторов. И, соответственно, когда проводится окончательно медицинское свидетельствование на областном сборном пункте, врачебная комиссия области уже выявляет этот факт и, соответственно, принимает решение о предоставлении или отсрочке по временной негодности для того, чтобы призывник смог поправить здоровье или, может быть, выполнить какое-то там, ну, необходимое медицинское вмешательство, провести оздоровление, чтобы органы здравоохранения провели. И после этого, уже после окончания срочки, к нему уже будет обратно действовать все мероприятия призыва. Молодой человек решил поступить в военный вуз. Каковы его должны быть действия? С этого мы начинаем, этим мы заканчиваем мероприятие, про которое я вот вначале говорил. Есть такая профессия – Родину защищать. Мы стараемся донести до всех ребят. Плюс эта информация размещена на сайте Лицкого райисполкома в графе военный комиссариат. Что надо сделать? Нужно после 1 января, не позднее 1 апреля, прибыть в военный комиссариат и написать заявление. Если до этого уже человек выбрал специальность, куда он хочет, и уже определил учебное заведение, написать непосредственно. Если он просто решил стать военным, да, у нас есть работники, которые покажут все специальности, по которым идет подготовка в интересах вооруженных сил. Помогут определиться, да? Конечно, помогут. После этого он проходит первоначальное медицинское свидетельствование, проводится с ним профессионально-психологический отбор и готовятся документы, готовится учетное дело абитуриента. Перечень документов определенная собирается. Все, если на этой первой стадии все эти мероприятия выполнены до 1 апреля, учебное дело абитуриента направляется в военный комиссариат Гродненской области, и где потом назначается, и проводится окончательный профессиональный отбор, окончательное медицинское свидетельствование и прием нормативов по физической подготовке. Если призывники все это сдают, остается им только сдать успешно тестирование и по результатам тестирования поступить уже в высшее военное заведение. А засчитывается ли время нахождения на срочной службе в общий стаж работы? В общий стаж, да, засчитывается. В каких случаях срочная служба заменяется службой в резерве? Согласно закону Республики Беларусь, граждане могут проходить как срочную военную службу, так и службу в резерве. Служба в резерве предусматривает ее комплектование только после выполнения полного укомплектования должностей по штатам срочной военной службы. Кто может проходить? На основании полученных ходатайств рассматриваются это в первую очередь работники педагогической отрасли, сельского хозяйства, работники бюджетных предприятий, те, кто выполняет работу и являются специалистами по ходатайству этих организаций или местных органов исполнительной власти. Также отсрочка может предоставляться, не отсрочка, а направляться для прохождения службы в резерве граждане, те, у кого есть определенные семейные проблемы. Наверное, самый простой пример, поэтому можно сказать, у призывника семья, родился ребенок, он получил отсрочку до достижения трехлетнего возраста, исполнилось ребенку три года. Семья молодая, даже, может, приезжая, по большому счету, если призывника отца, главу семейства мы призываем, то, наверное, будут определенные проблемы у семьи. Поэтому призывная комиссия рассматривает такие вопросы и всегда старается идти навстречу именно для того, чтобы определить, чтобы молодой человек смог получить военно-учетную специальность. Потому что одной из главных задач службы в резерве является это, чтобы граждане смогли получить военно-учетную специальность, ну, скажем так, без отрыва от производства. А какие еще категории граждан могут быть освобождены от призыва на срочную службу и службу в резерве? На службу в резерве, на срочную военную службу могут быть освобождены дети, сироты, граждане, отцы, матери, которых умерли, погибли или стали инвалидами первой и второй группы, получили или получили заболевание в ходе выполнения, в ходе прохождения службы в вооруженных силах, в других силовых ведомствах. Про тех, кто имеет трех и более детей. Ну, категория-то, я говорю, что она рассматривается, допустим, вот в первоначальной категории у нас очень много случаев есть, когда ребята, которые имеют право на отсрочку, пишут заявление, это законом предусмотрено. Предусмотрено, если есть желание призывника для прохождения службы, он имеет право отказаться от предоставленной отсрочки. Таких у нас вариантов ни один, ни два. Тоже были, да, случаи? Скажите, а что такое служба по контракту? И актуальна ли эта тема для нашей страны? Да, служба по контракту – это возможность, наверное, молодым ребятам попробовать себя еще раз укрепиться в своем стремлении стать настоящим гражданином, ответственным человеком, стать защитником своей страны. И что? Контракт, так же, как и граждан, подразумевает, что это служба, за которую еще и граждане получают денежные средства, денежное довольствие, как говорят в вооруженных силах. Актуальность ее? Ну, я думаю, да, эта служба актуальна, потому что, как мы уже это и обсуждали, вот за последних два года, сколько у нас ребят осталось на службу по контракту, сколько ребят у нас устраиваются, мы эти цифры, как говорится, отслеживаем. Да, это актуально, актуально. Еще такой вопрос, Александр Валерьевич. Вам нередко приходится слышать о том, что люди находят какое-то оружие, в том числе времен Великой Отечественной войны или даже раньше, боеприпасы, другие опасные взрывчатые вещества. Что делать в таких ситуациях и куда обращаться? Самое, наверное, главное правило – не трогай. Не трогай руками, если не знаешь, что это. Если человек увидел какой-то предмет, который нам напоминает взрывоопасный предмет или снаряд, или еще что-то, нужно сделать самое простое – набрать или номер дежурного по РУВД, дежурного по РУЧС или дежурного по военному комиссариату. Соответственно, после того, когда поступит сигнал, все это будет сообщено во все структуры, представитель военного комиссариата выйдет, осмотрит этот предмет. Если он реально будет являться взрывоопасным предметом, будет подана заявка в воинскую часть, где имеются группы разминирования у нас, это город Гродно. И, соответственно, в определенное законодательство сроки эта группа разминирования прибудет, проведет мероприятие по разминированию. Касаясь этого вопроса, хочется, наверное, обратить внимание на то, что прошла зима, потеплело, сейчас ребята начнут бродить где-то по лесам, что скрывать, у нас же есть на территории Лицкого района полигон, куда интересующиеся могут забрести, где-то из Мальчишеского удальства, там еще чего-то. А может и случайно. А может и случайно. Ну, он вроде огорожен, висят предупреждающие знаки, но есть же любители, кому там ради интереса, ради этого. Ничего хорошего там не будет. Поэтому вот хотелось бы предупредить, в первую очередь, родителей, чтобы рассказывали, убеждали детей, что не надо делать при обнаружении взрывоопасных предметов. В первую очередь, что не надо делать. А в дальнейшем уже, что делать, мы уже про это сказали. Александр Валерьевич, небольшой блиц-опрос непосредственно для вас. И первый вопрос, конечно, вам, как человеку военному. Лично ваше мнение о том, каждый ли мужчина обязан отдать долг родине отслужить в армии? Отдать долг и отслужить в армии, наверное, можно разделить. Два разных понятия, да? Да, у гражданина Республики Беларусь Конституция предусмотрена, что он должен исполнить конституционный долг по защите Республики Беларусь. Но это, наверное, не обязательно служить в армии. Это можно проходить службу в других силовых ведомствах, проходить службу. Да, есть те, кто выполняют мероприятия по обеспечению, в том числе, обороноспособности, защите нашего государства, не являясь представителем силовых структур. И такое это есть. Но надо ли пройти вот именно службу, пускай на разных должностях, в разных званиях, я считаю, что надо, потому что это дополнительно воспитывается ответственность у человека. Ответственность, ну, не как-то маленького мальчика, там, боясь наказания, а именно ответственность как гражданина. Вот это, наверное, самое главное, ради чего надо, чтобы человек прошел службу. А каким был ваш путь в вооруженной силе? С чего все начиналось? С романтики. Как и у всех молодых людей. Да, начитался книжек. Не разочаровались? Ну, нет, я шел в училище, хотел быть Штирлицем, а получилось немножко по-другому. Получилось так, что служба практически проходила вся во времена перестройки, менялись государства. Училище я заканчивал в городе Киеве. Службу начинал проходить в Германии, потом Тотская, Екатеринбург, потом вернулся в Белоруссию, ну, слава богу, уже вернулся. Ну, и, в принципе, основное место службы получилось так, что было Лида. За исключением два года Кареличи, когда из вооруженных сил перешел в систему военных комиссариатов. И в течение года проходил службу в Логойске. Вот и так, а так, да, мне повезло, что я проходил службу в родном городе или около родного города. А вот что больше по душе, служба в части или работа в военкомате? К вопросу о романтике. А если говорить не про романтику, а про то, что где легче, легче было в части, честно скажу. Потому что там у тебя была узкая специальность, узкая направленность, ты стал специалистом, ну, и занимался конкретным определенным делом. А здесь, с ученым того, что коллектив маленький, а обязанностей у всех очень много, поэтому за раз приходится решать несколько совершенно разноплановых вопросов. Скажите, за вашу некороткую, скажем так, жизнь в армии, какие случаи вас больше всего удивили? Может быть, призывники что-нибудь интересное придумали? Я, наверное, просто в случае разное, там, что-то рассказывать, так вот, честно говоря, не хочу. Меня всегда, ну, не удивлял, может быть, это определенный город, то, что у нас, в принципе, люди не падают духом. И вот, когда есть коллектив, в котором есть человек, который, ну, уже когда совершенно, уже все, руки опускаются, сил нет, который каким-то словцом, какой-то шуткой немножко сможет стимульнуть, вот это очень хорошо. Потому что, ну, будем говорить, служба именно, которая связанная была с большими физическими нагрузками, это, ну, будем говорить, это было курсантские времена и, там, лейтенантская молодость, да, то, да, было очень тяжело, но вот все равно мы как-то находили какую-то отдушину, что-то вот интересное. И вот то, что не падали духом в самых тяжелых и непростых условиях, вот это, наверное, самое главное. Скажите, как часто ли к вам приходят родители, ну, прежде всего, мамы призывников попросить за сына? Как боретесь с чувствами? Как объясняете ситуацию? И часто ли это происходит? Ну, начиная с того, как мы говорили, как только начинается мероприятие призыва, у нас приемный день вторник с 8 до 13.00. Ну, приемный день менее пяти посетителей, наверное, не бывает. Именно что касается мероприятий. Приходят мамы, приходят ребята, бывают такие ситуации, что приходит, сегодня мама просит, помогите, вот там начинают рассказывать, у меня сын один, я хочу, чтобы он служил. На следующий прием приходит сын и говорит, я узнал, что приходила мама, пожалуйста, мое требование, оно главнее. Я хочу служить там, допустим, я хочу служить там-то. И такое есть. Есть случаи, когда мамы приходят, начинают рассказывать, какой у нас хороший сын. Я говорю, хорошо. Говорю, вот он у нас учится в техникуме. Я говорю, хорошо учится. Так я говорю, если он учится, почему у него на мероприятиях? Он специально забрал документы, чтобы идти в армию. Я говорю, интересно, надо посмотреть, кто такой. Попрошу, приносит личное дело. В документах он уже год как отчислен из техникума. А мама, не знаю, он учится. Он учится в техникуме. И такие случаи есть. А есть случаи, когда мамы приходят и рассказывают. Ну, понятно, что не все ребята могут сказать правду, кто-то стесняется о именно своем состоянии здоровья, наличии какого-то заболевания. Где-то скрывают, где-то стесняются сказать. Мама приходит. Ну, мы выслушиваем, если это есть, реально это отслеживается. То есть специалисты, врачи Лицкой ЦРБ проводят обследование. И, соответственно, если есть необходимость, мы меняем принятое ранее решение. Традиционный вопрос нашей передачи для гостей. О чем мечтает военный комиссар Александр Херман и просто человек Александр Херман? Как комиссар мечтаю, чтобы здание военного комиссариата было не таким острогом, куда никто не хочет идти. А чтобы приходили просто как, ну, не знаю, человек, чтобы приходил получить билет в дальнейшую жизнь. Он понимал, что это надо, он не уклонялся, он приходил с чувством осознанным, что здесь я получу путевку в жизнь. Потому что, как бы то ни было, с военного комиссариата у мужской части населения, по большому счету, начинается путь в самостоятельную жизнь. И, в принципе, он заканчивается с уходом на пенсию. А для военнослужащих, в принципе, и получение пенсионного обеспечения. Как человек, ну, я не знаю, там ничего нового, наверное, не скажу. Хочу, чтобы все были здоровые, близкие, родственники. Ну, чтобы счастье было, чтобы все хорошо было. Спасибо вам, Александр Валерьевич, за встречу. Пожелаем вам и вашему коллективу только успехов. Не сдавайте завоеванных позиций. Чтобы весенний призыв прошел гладко. Ну, и, естественно, с наступающим вас праздником, с Днем Победы. Спасибо. Вас также. Кость программы «Мой вопрос» сегодня военный комиссар Лицкого района Александр Херман.